Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум. Всех, собственно, я приветствую. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео Ютуб не пропускает, поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходьте на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как всегда, проходит замечательный конкурс. На этот раз разыгрываем скинчик. В предыдущий раз разыгрывали три ключа, три места, три победителя у нас было. В этот раз победитель один на такой вот красивенький МАК-10, с которым я сам бы с кайфом погонял. Но ни разу, к сожалению, у меня такого не было. Ну, относительно новенький, скажем так. Условия довольно-таки простые. Народу участвует очень-очень мало. Поэтому шансы у вас выиграть очень-очень большие. Для тех, кто играет в КС-2, не играет. В любом случае, также это и деньги, как-никак. Так, всё бесплатно, всё чётко, красиво. Ссылка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Если интересно, залетайте, участвуйте. Если боитесь ссылок, вот, пожалуйста, можете сами найти мою группу ВКонтакте. Всем приятного просмотра и желаю удачи. Лучший дешёвый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры. Стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это всё интересно, залетай на мой YouTube-канал или же на мой Twitch-канал. В этом видеоролике я хочу сделать сравнение. Давненькое сравнение. Энергетиков у нас не было на канале. Довольно-таки интересный у нас обзорчик сравнений будет. Одного энергетика. А именно, вот такой вот Target Energetic. Точно, точный бренд, точнее компания, кто владеет, точно не знаю. Чё-то такое я читал где-то там в интернете по поводу этой компании. Типа это русско-немецкий, что ли, там какой-то 50% типа, как сказать, русских акционеров. 50% немецких, что ли, так или там ещё и украинская страна была, что ли, замешана в этом производстве. Крен, короче, знает. Поэтому точно я не знаю. В общем-то, сравнение у нас энергетиков интересных. Потому что Target вот этот вот, который, возможно, вам неизвестен, довольно-таки вкусный. И прикольный бренд энергетиков. На канале много энергетиков. Вкусов этого энергетика есть на обзоре у меня. Если интересно, смотрите. Если хотите полноценный обзор на вот такой-то энергетик, то он, в принципе, есть. Если кому интересно, смотрите. Вот он. Превьюшка названия. Довольно-таки прикольный бренд энергетиков. Ну и, собственно, второй у нас на сравнении это легенда. Бёрн от американской компании The Coca-Cola Company. Сейчас в России Molten Partners. Изготавливают. По вкусу манго. То есть оба энергетика у нас вкус манго. И там, и там. Бёрн будет чуть похолоднее. В магазине он в холодильнике все-таки лежал. Этот у нас на полке лежал. Но все равно, когда я домой пришел, я их в холодильник закинул. Target, в принципе, так, более охладился. Более-менее холодненьким стал. И это, на самом деле, хорошо. Так. Ну ладно. Давайте, в принципе, начинать. Энергетики пить. Люблю я. По цене, блин, вот не помню. Этот 128, 130, что такое диапазон. Этот вот не знаю точно. Рублей 80, 100, наверное, где-то так. Не помню особо. В принципе, они и так. На одном диапазоне цены, скажем так. Плюс у этого бренда энергетика есть энергетик. Если быть точным, Target Maximum, он называется вкус у него ягодный микс. Вот этот энергетик. Превьюшка. Название, если интересно. И, короче, этот энергетик меня довольно-таки сильно удивил, потому что там то ли 260, то ли 270 миллиграммов таурина, 32 вроде или 34 кофеина на 100 миллилитров напитка миллиграмма. Короче, я охерел от того энергетика вот этого бренда. Поэтому опять в сравнение возьму человека, который мне на рутубе писал, что сейчас энергетики слабые, раньше были лучше и так далее, тому подобное. К вашим услугам, как говорится. Ладно, давайте пить. Хочу. Хочу, хочу, хочу. Сейчас, кстати, сахар посмотрим. У этих энергетиков сахара я еще не смотрел в руки, когда. Блаженство. Энергетик со вкусом манго. Это тупо кайф. Великолепный просто. Такое еще ощущение с нотками кокоса как будто чуть-чуть. Господи, какой кайф. Обожаю тропические вкусы. Вкус манго, манго-кокоса, энергетики. Я прям очень обожаю. А тут у меня еще и Берн припасен. Берн с манго-то просто такой кайф. Так, ну ладно. Чуть попили и хватит, а то сейчас еще выпью. Объемы одинаковые. Одинаковые. Ну ладно, 450 этот. Этот 0449. Так. Открываем тоже Берн. Так, крышка удобная. Я сначала думал, что у этого энергетика, я его в магазине еще увидел дня 2-3 назад вроде. Или даже дней 5, когда там заболел, до болезни. Я думал, у него вкус манго-кокоса. Я такой, о! Сейчас сразу 4 там сравнения сделаем. Видосика. Оказывается, у него манго. Я прям очень любитель вкуса энергетика манго-кокоса. Прям хайф. Я уже даже обрадовался. Но манго тоже пойдет. Пойдет. Ну, энергетики оба со вкусом манго. Но такое ощущение как будто в таргете вот я сказал с нотками кокоса чуть-чуть чувствуется как будто кокос. Не знаю почему. Либо чуть другой какой-то фрукт. Здесь чистый прям манго. Смешанный с соком манго. Энергетик. Опять же, может из-за того, что этот энергетик намного холоднее. Ну, как сказать. Ну, все правильно, да. Больше в холодильнике пролежал. Может быть так. Больше газированности чуть-чуть побольше. Здесь как будто такой вкус более тухлый. Ну, как сказать. Затухший, скажем так. Но при этом не могу сказать про оба вкуса то, что какие-то мерзкие, плохие. 100% очень топ. Давайте посмотрим по цвету. Так, бёрн. Вот такой как будто ананас. Малого сока как будто используется. О, нифига себе. А здесь прям сока много. Наоборот. Наоборот. Перепутал. В Бёрне сока поменьше. Он больше как этот как газировка, энергетика. А здесь сока побольше. То есть это видно по цвету. Перепутал. Извиняюсь. Давно не пил энергетики с любимыми вкусами. Аж рецепторы в шоке. Прям хочется и хочется пить. Сука, их за раз могу сейчас выпить обоих. Я себя едва сдерживаю, потому что надо сравнение делать. Так. Нихера себе. Бля, они так-то мощные эти энергетики сейчас. Нихуя я что-то вжарил. Блин, я базарю этот энергетик таргет. Он однозначно может конкуренцию составлять прям вообще без вопроса. Энергетик топовый, энергетик вкусный, качественный, хороший. Прям я не знаю, почему их в магазинах не продают. Они реально хороши. Эти энергетики. Не знаю, может где-то продают. У нас тут на районе нет. Нету из 20 магазинов дай бог в одном вот сейчас привезли недавно. А так в целом я про эти сети всякие. Магниты верные, пятерочки вот такие магазы. Я вообще с кайфом бы просто такие энергетики на сравнение брал. Но это просто чистый кайф. Так вот, к чему я еще удивился. Кофеин на 100 миллилитров напитка не более 31 миллиграмма. Это высокий показатель среди энергетиков. Таурин 240 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. Тоже высокий показатель. Так здесь кофеин не более 30 миллиграммов средний показатель среди энергетиков на 100 миллилитров напитка. Таурин 230 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. Меньше на 10 миллиграммов чем тут. Вот так вот. Так общий сахар 12 граммов на 100 миллилитров напитка высокий показатель сахара среди энергетиков. Здесь у здесь поход не написано значит ищем составе так ну смотри по углевод 12 граммов значит сахар берем это за сахар 12 грамм значит сахара можешь чуть меньше один сможет 11 и 6 но в общем по сахар они похожи в принципе когда пил энергетики я не замечал что какие-то прям сильные различия там и так далее никаких различий по сахару я не увидел топовые оба энергетика оценки 5 из 5 ставлю хоть оценки не ставлю а если хотите более детальный обзорчик витами смотрите все на канале все на канале имеется на этом все энергетики топовые лучшие в мире однозначно обожаю я только еще так про скоро про скроллил свои видео по поводу этого энергетика у них есть вкус манго еще точнее манга кокос но к сожалению спай на пол это ананас вроде ананас поэтому сожалению кокос ананас вроде нет такого пуса у кого-то есть еще также у них с киви киви вроде был киви apple да 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 киви apple у нас был берн тоже поэтому если поймаю на разделу сравнение на этом все всем большое спасибо за просмотр ставьте ваши лайки подписывайтесь на канал всем удачи до скорых встреч всем пока удачи 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 Субтитры сделал DimaTorzok